Белый Лебедь В итоге уже сегодня новый Ту-160 на 60% эффективнее предшественника. В воздухе он способен провести до суток. Мощная, быстрая боевая машина, полностью отечественная. Двигатель будет новый, самарский, кабина экипажа стеклянная. Панель лежит в кристаллические, вычислительные комплексы повышенной производительности. Этого не было на предыдущем Ту-160. Когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе. И у нас все получилось. Это реально большой успех, большой шаг вперед. На инновационное предложение есть и спрос. Сегодня получен госзаказ на 10 ракетоносцев Ту-160. Общая сумма 160 миллиардов рублей. Между Министерством обороны страны и Казанским авиационным заводом подписано соглашение, а значит завод обеспечен заказом на ближайшие 10 лет. Вместе с Белым Лебедем расправил крылья и завод, а значит с уверенностью и гордостью смотрят в будущее и заводчане. Когда они там две штуки друг за другом взлетали, когда земля тряслась, когда разлетались в Воронье, вот тогда это особенно было. А так, конечно, всегда. Сын мой знает, что я это дело делаю. Он тоже гордится. Так, Дмитрий Пименов, молодежный лидер завода, говорит, что в завтрашнем не уверен, как никогда раньше. Президент, в принципе, нам помогает в том, чтобы воспроизводство ТУ-160 все-таки началось, потому что он один из тех, кто начал эту программу. Модернизация Казанского авиационного завода дает большой толчок к развитию всего авиационного кластера, не только республики, но и страны. У нас будет развиваться и наши колледжи, и наш авиационный институт, в том числе те отрасли, которые будут работать по модернизации ТУ-160. Это более 150 предприятий, которые в Российской Федерации будут работать в кооперации Казанского авиационного завода. Как раз о будущем говорили заводчане во время беседы с Владимиром Путиным. Сейчас на заводе работает 7 тысяч человек, третий из них молодые специалисты. Все они теперь обеспечены работой на 10 лет вперед. Будут привлечены еще 2 тысячи человек. Создание практически технопарка. На юге мы это сделаем, в удобном, очень хорошем месте. Туда будем призывать молодых специалистов, молодых ученых, которые могли бы и, уверен, будут эффективно работать по своей основной специальности. В планах и строительство новых цехов и модернизация производственной базы. В завершение коллектив завода пригласил Владимира Путина через полтора года, совершить полет на новом «Белом лебеде». Альбина Слагараева, Роман Безменов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова